Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Реклама, наша профессия состоит из этого. Если раньше мы как-то думали, что... Мы просто не привыкли к тому, что она нужна, а на самом деле все, что нужно продавать, все нужно рекламировать. А как бы некрасиво бы это звучало, но все, что касается искусства, это то же самое. Это как к какой-то степени продажа товара. Не очень красиво звучит, но это так. Просто мы раньше этого не знали и, в принципе, этим и не занимались. Да сейчас, наверное, не занимаемся, но просто теперь знаем. Вы прошли такой долгий путь к славе, к сегодняшнему дню. А если бы сразу на вас все свалилось, в единочастие, это было бы счастье или видать? Ну, я не знаю, все зависит. На меня, в принципе, оно и свалилось сразу, с одной стороны. Как бы о популярности, насколько не говорил мне Илья Резник и Раймонд, что для меня это было, как бы не для меня, а вообще это был взрыв, моя популярность. Потому что это после какой-то одной песни, двух, были все центральные газеты, телевидение. Мы жили в номере, где было два телефона. И они одновременно звонили в течение всего дня. Мы просто сходили с ума. Мы ненавидели эти телефоны и все, что с ними связано. Я имею в виду чисто профессиональную. Это была популярность. Собирала стадионы по 45 тысяч. Ну, вот так это было. Ну, а что касается меня, то я всегда была на виду, поэтому на меня никак это не повлияло. Я в семье была самая младшая. Значит, меня всегда жалели и баловали. В детском саду я уже пела и танцевала. Хотя там меня не очень любили. Но все равно я была уже среди детей, как бы, главной. Потом была школа, где я тоже была на виду, что я пела и еще любила командовать страшно. Потом было, уже я стала дипломатом конкурса. Меня уже все в школе знали. Потом я пела на радио у Раймонда Пауса в 16 лет. Как бы опять я на виду была. Я была самая молодая в ансамбле, имела кличку «Малышка». И, значит, определенное опять внимание ко мне было больше, чем к другим. И так все время. Потом я поехала на гастроли с роковым ансамблем. Это, конечно, сцена, зритель опять на виду. И так все время. Потом я пела в ночном баре Юра Сперла, куда приезжали все актеры, куда приезжали самые знаменитые, популярные, ну и, конечно, богатые люди бывшего Советского Союза. И каждый новый мой концерт, это было как событие новой программы. И опять приезжали. И опять я была на виду. Поэтому я, в принципе, не очень как бы была обделена. А потом уже была широкая популярность. Это музыка Раймонда Пауса, конечно. Благодаря ей публика как бы признала меня. Вот вы часто в интервью говорите очень много о своем знаке Зодиака, Овен. Вот вы считаете, что как-то вообще созвездие повлияло на вашу судьбу, вот вообще ваше отношение? Я убеждена, чтобы человек чего-то достиг, конечно, кроме какого-то таланта, трудолюбия и всего, еще должен быть характер, конечно. Вот этот характер, я почему, наверное, говорю про знак, это важно. Важно такое упорное. Если поплакать, то только где-то в углу, где никто не видит, и вперед. А вы часто плачете? Нет, если другие только плачут, тогда мне тоже очень плачут. Какие люди вам интересны? Какие? Умные, талантливые, увлекающиеся каким-то делом. Не пустые. А те люди, которые окружают вас? Ну что значит, вот если они подходят к моей характеристике, они мне интересны. Если нет, ну очень рада я видеть всех людей. А кто ваши друзья? Кто мои друзья? Ну, мои друзья. В основном артисты, в основном люди, которые занимаются искусством. Но есть и врачи, есть и немножко, может быть, другой специальность люди. Но, во всяком случае, они все талантливые и как раз подходят по всем этим характеристикам, которые я люблю. Они умны, талантливые, увлекающие. Они все есть какое-то увлечение, какое-то дело, которым они служат. Скажите, а возможно ли было поднятие на музыкальный олимп и такая долгая слава на нем, без, скажем, грёздного отнора и модера? Нужен ли кто-нибудь, как движущий фактор? Ну, во всем мире известно, что человек может стать популярным благодаря хиту, шлягеру, как хотите назвать, да? Это не секрет. То, чем занимаются все фирмы в Америке, в той же... И вообще, певца делает, конечно, песню, хит. И мне повезло. У меня в первый год было, наверное, 5-6 хитов. Это... Я даже просто по своей, как бы, неопытности... Никто бы за рубежом не допустил этого. Мы бы каждый год, каждый по году выпускали бы новые, а мы отдали всё. И это неправильно было. Но именно хит, именно шлягер может сделать человека и, во всяком случае, познакомить. Это первый шаг, познакомить. А остальное уже от него зависит. Как, опять-таки, говорят в Америке, есть такой музыкальный журнал Billboard, где писали критики музыкальные, очень интересная статью, о том, что нужно для певца, чтобы он был настоящей звездой. Недостаточно того, что он записал пластинку, недостаточно того, что у него был даже хит. Важно, чтобы у него после этого был сольный концерт. Вот это всё уже, когда человек имеет сольный концерт, он имеет шлягер, когда он имеет пластинку, вот это всё вместе только может сделать, сделать имя настоящее. И вот это всё в совокупности важно. Поэтому я и говорю, что кроме композитора, потом уже... Это первое, что тебе даёт, тебя ознакомит. А потом, нравишь ты или нет, уже сам, пожалуйста, вперёд. Скажите, вы работаете над своей карьерой по каким-то законам? Вы знаете законы шоу-бизнеса или интуитивно? Но, как вы понимаете, сегодня это модно, что мы работаем над карьерой. Раньше это было всё не модно, и никто ни над чем не работал. Просто выходил и пел. И над нами работали, нами управляли. Говорили, петь не петь, стоять, уйти, прийти, одеть, не одеть. Поэтому, как бы, меня это не коснулось, к сожалению. И я думаю, что я просто должна быть благодарна Богу, я не знаю, судьбе своей, что со мной случилось то, что случилось. Если бы я могла бы, конечно, всё вернуть назад, сегодня бы как-то это самоорганизовать уже, имея опыт, может быть, не только наши бывшие союзы страны, но и Америки, то, конечно, нужны очень большие деньги, нужны люди, которые в тебя вкладывают. И тогда есть шанс. Хотя, ну, это не о нашей, конечно, попсне. У нас это намного проще. Достаточно спеть матерную песню, и ты будешь в порядке. А если их много? Скажите, когда человек получает славу, он что-то, славу и успех, он что-то теряет. Так, в общем, складывается, что что-то приобретаешь, что-то теряешь. Что вы потеряли, как вы чувствуете? Я потеряла. Я потеряла время свободное. Я потеряла, ну, не потеряла, но лишилась общения с самыми любимыми для меня людьми, с моей семьёй, с моими сёстрами, мамой. Ну, вот это то, что стоит очень дорого. А теперь я теряю общение с своей собакой. Это очень грустно. А всё остальное только приобретаешь. Как ты любишь собаку тогда? У меня Ротвеллер, ей год и восемь, её зовут Кэнди. Это значит, конфетка, сладость. Можно ли пригласить вас сниматься в художественной кеды? Я уже имею такой опыт. Вообще мне это всё... Нет, интересно. Конечно, когда я пришла сниматься в кино, я подумала, боже мой, какое счастье. Это же просто не работа, а какой-то думодых. Но очень много должно быть составных частей. Это хороший сценарий, хороший режиссёр, хороший оператор. Ну, и, конечно, твой талант и опыт. Но если прекрасные режиссёры, то это легче. Но я вот снялась в кино, и даже никому не говорю, как называется фильм, потому что всех этих частей там не хватало. Хотя был замечательный оператор, который, может быть, и, в принципе, как-то вытянул меня просто как актрису. Всего остального не было. Но в жизни часто мы не знаем, почему мы на что-то соглашаемся. Вот так, в принципе. У меня было много предложений. Я всё говорила, нет. И это первый раз я согласилась. Не знаю, почему. Как-то звёзды, наверное, не так встали. Значит, ты только не будешь? Я говорю, сколько частей должно быть. Если они все будут, почему нет? Это прекрасно, мне нравится. Как-то нужно надо для этого. Я говорю, режиссёр хороший, сценарий хороший, хорошие операторы, хорошие команды, которые рядом с тобой, я имею в виду актёрская, которые тебя можешь подтянуть. Ну и плюс самой быть готовой, иметь время. Слишком много. Летом? Летом, может быть, летом. Может, и зимой. Не важно. А как вы с вами будут разговаривать конкретно? Ну, я вам дам свой телефон, мы потом поговорим об этом. Скажите, а как вы относитесь к телевидению? Телевидению? Телевидение и газеты – это как бы обязательная часть моей работы. Я это понимаю головой. Иногда просто, когда ты так закрутишь, и ты так устал, тебе кажется, ай, опять меня плохо снимут, опять не то напишут, потом ещё-нибудь ещё. Ай, я всё равно говорила. Всегда же кажется, что когда ты говоришь с человеком, который пишет, то я имею право, как бы, я так думаю, имею право не договорить, имею право просто перекинуться на другую тему, это он поймёт, потому что он художник слова. Но, а потом оказывается, что нет, что, в принципе, ты сам должен отвечать за свои слова, договорить до конца и мысль доносить до конца. А из-за вот своей такой занятости, легкомысли, чего-то ещё, часто бывают проколы. И поэтому каждый раз, когда ты идёшь на встречу с камерой или с... как сказать, с ручкой, нет, то с журналистом, то тогда есть какая-то опасность, всегда немножко волнуешься из-за того, что может просто плохо получиться, ты зря тратил время. Потому что для меня, как человека, который работает на сцене, это обязательное... Ну, это продолжение моей работы. А как человек, так сказать, в гражданской жизни, как вы относитесь к телевизору, как к явлению? Ну, это самое главное, что у нас есть, как человек, мне кажется, нет человека, который не включает телевизор, только очень разочарованный или психически усталый. А мы все смотрим телевизор. Другое дело, что мы смотрим, какие передачи новые. Я смотрю все, наверное, новости всегда. Музыкальные какие-нибудь передачи иногда. Когда есть время. У себя в творческом коллективе вы считаете себя диктатором? Я считаю себя лидером. Я как бы руководитель этого коллектива. Бритмейстер, художник по костюмам, режиссер. Ну, и все остальное. Поэтому, конечно, я лидер. С вами можно поспорить? Поспорить можно, если я умная и стоящая. Если нет, мне неинтересно это слушать. У меня просто нет на это времени. Но, зачем спорить? Я живу и жила всегда в Риге. Но в связи с гастром я бываю везде. Я даже не знаю, где больше. Хотелось бы больше быть дома, но такая у нас работа. Какая дорога вам больше нравится из тех, которых приходится часто было? Все столицы. Ну, и, конечно, Рига. А теперь еще и Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Это мои любимые города. Вообще, наверное, как бы из-за нашей профессии любишь город тот, где есть у тебя друзья. И, наверное, вот это имеет самое большое значение. Дело не в том, даже какой там город. Где чаще всего бываешь, где имеешь каких-то приятных, интересных людей, друзей. Тот самый любимый. То есть какие-то островки, тепла? Да, может быть, так, да. Слушайте, а какая сцена вам больше всего нравится? Стадионы огромные или маленькие виды зрителей? Конечно, приятнее работать, когда близко зрителям. Надо очень любить себя и быть как бы самовлюбленным в себя, чтобы работать на стадионе и от этого получать удовольствие. Конечно, я пою, для людей, если они не видят моих глаз, если они не видят каких-то моих жестов, то, конечно, это намного скучнее. Просто работаешь и все. Вы не чувствуете энергию стадиона? Я чувствую, сколько я отдаю своей энергии. Вот это я больше чувствую, сколько у меня забирают на стадионе. Конечно, работать на стадионе в дворце спорта намного труднее, чем в зале маленьком. Но в маленьком зале больше удовольствия, и как бы зритель меня обманут. Скажите, если я ошибаюсь, какой-то визажист сказал, что у нас нет звезд практически. Это Саша, это мой. Такой мог сказать только мой. Ближе всего стоит к звезде, к понятию звезда, к такому стереотипному лайму вакууме. Это вас обидело? Попробовал бы он не сказать, что ближе всех. Просто Саша не имел дела с другими. Поэтому, конечно, ближе всего я ему. И как бы... Видите, я тут поспорила с ним сразу, когда прочла эту статью, потому что всегда нам кажется, звезда или тот человек, который менее доступен, которого мы не знаем, который далеко. Я говорю, Саша, мы с тобой встречаемся, при встрече целуемся и болтаем, и я тебя ругаю, и, в общем, мы там спорим. Конечно, для него я не звезда. Для него я просто уже, ну, как бы... Ну, мы вместе, мы друзья. Поэтому немножко нелогичный... На мой взгляд, нелогично это... Человек, которого ты знаешь, он уже тебе близок. Мне больше не кажется, Майклсом был звездой, хотя, как-то я знаю, когда только появились первые... Первый раз фильм «Флэш-дэнс» и песня «Мэньяк», то все гитаристы сломали руки, не знали, как вообще это соло сыграть. Он роковый музыкант такой. Но я у него писала в студии, он мне подпевал. И, конечно, мы с ним ели вместе пиццу, и смеялись, и плавали в бассейн. Конечно, он у меня никакой звезда, он просто мой. Ну, а до этого я слушала его записи, и копировала его пение, и думала, боже мой, как же можно так петь? Ну, это же настоящий человек. Он 8 лет работал у Сиуандера, как гитарист, и человек, который пел, подпевал. Поэтому нельзя так говорить, потому что ты должен знать всех, чтобы сказать, что кто-то больше, а кто-то меньше. Вы первые, которые правильно это понимают. Обычно журналисты все говорят, так, вас сделал визажист. Ну, как можно мне что-то сделать или мне... Это невозможно. Но для молодых исполнителей, для тех, которые не имеют как бы ничего, можно и то, это так тонко, настолько это надо делать осторожно, или тогда всю жизнь с этим человеком работать. Потому что, ну, можно сделать только то, у кого ничего нет. Если есть свое «я», то это бесполезно. Но мне нужен, скажем, такой, как Саша Шевчук. Я считаю, он очень талантливый парень, и мы теперь уже друзья. Он мое вдохновение. Это я говорю всегда. Когда ты в жизни уже имел и все, и то, и это, и белые губы, и черные, и розовые, и коричневые. Ну, все, что можно придумать. Лицо белое, без румян, загорелое, смуглое, накрашенное, с ресницами, без ресниц, с подводками, без подводками. То все как бы уже надоело, ну, уже понятно, все уже было, уже хочется умыться, причесаться, и нормально. И тут появляется такой, как Саша, который говорит, так, какой мы сегодня сделаем грим? Я говорю, Саша, какой он? Как всегда. Нет, мне кажется, нужно... Я начинаю с ним спорить, что, может, вот это не нужно. И во время этого разговора мы уже четко решаем, что мы будем делать, что нужно. Вот этот двигатель, человек, который вдохновляет. Ну, любому человеку это необходимо, но женщина особенно. Нужен стимул. Вот Саша мой, как бы, стимул. Стимул, так неправильно. Он мой двигатель, он мое вдохновение. И я уже не говорю о том, что он действительно талантлив, и много его идей. Во всяком случае, идеи с косичками его. Потому что я все это уже имела 381 раз. А тут это 381-й. Саша говорит, давай еще. Давай. Трастили, постригли. Скажите, вы по-прежнему отдаете предпочтение японской косметике? Да, я люблю больше всего японскую косметику, и теперь уже дизайнеров тоже. Больше всего люблю японский. Потому что, наверное, всегда нравится то, что ты сам бы не мог придумать. Во всяком случае, нет. И там как раз это происходит. Их культура, наверное, их кимоно, и все эти... Начиная от еды, где какие-то розочки сделаны. Маленькие-маленькие такие. И заканчивая их кимоно, и всеми этими поясами, прическами, этими заколками. Все как-то удивительно. Ну, как художники настоящие. Ну, когда я зашла, я пела в Токио. Есть такое у них новогоднее такое шоу, где... Это самое популярное, что есть в Японии. Раз в году, 31-го числа, у них такое новогоднее шоу телевизионное, где присутствует и зритель. И, как японские звезды говорят, если мы туда не попали, то год мы прожили зря. Это обязательное попадание туда, потому что это смотрит вся Япония. Я была приглашена на это шоу. И когда я представляю, у меня американец, мой менеджер, который потом повел мне какой-то магазин немыслимый на следующий день. Кстати, меня все там узнавали, потому что все были черной головы. Одна моя была светлая. Есть преимущество, когда ты отличаешь от всех. И когда мы пришли в этот магазин, то я вдруг у себя открыла, что нет ничего интереснее, чем японских дизайнеров. Потому что у каждой вещь, что стояла, не мог понять, откуда вообще влезать в нее, откуда влезать. И все здорово сделано, очень качественно. Они должны заплатить мне деньги за такую рекламу. Я больше не буду ничего этого делать. Слушайте, а вот у нас взошла речь о магазинах. Вот, например, если бы вы оказались на распуте ювелирный магазин, парфюмерия, скажите, там, хозяйственный магазин и какие-нибудь дорогие безделушки, куда бы вы зашли в первую из них и что бы вы делали? Сегодня в хозяйстве. Нет, я шучу, конечно. Я просто делала ремонт, поэтому мне как бы хозяйственно интересно было. Но, не знаю, мне это все безразлично на самом деле. Это, наверное, ненормально, но, не знаю, в какой-нибудь красивый магазин я бы зашла, где хорошее кафе. Скажите, а что вас радует? Что меня радует? Радует здравие моих родных. Пожалуй, радует больше всего на свете это. Радует моя собака. Очень радует. Сказать, что моя профессия меня радует. Ну, меня радует, что Бог дал мне как бы быть в ней. Но, как правило, больше всего это приносит страдания, каких-то мучений. Все это трудно очень. Хотя я сама все так говорю, что то, что талантливо, то легко. Но я, наверное, не талантлива. Мне это все трудно. Поэтому, точка, конец, сразу. Скажите, вы, в принципе, на сцене и, наверное, в жизни, как я сейчас заметила, вы практически никогда не одеваете ни колец, ни цепей, ни браслетов, ничего такого нет на вас. Вы категорически не любите таких искушений? Да, я не люблю. У меня их нет. Я не знаю. Как говорила моя подруга, все мы имеем то, что мы хотим. Они живут в Лос-Анджелесе, и они такие... Есть такая группа House of Pain. Самая популярная теперь рэповая группа в Америке. Их сын как раз человек, который делает музыку в этой группе, и сам участвует. И... Ну, и вся семья такая, такого типа. Это мои очень близкие друзья. Музыка, одни из самых близких. И мы когда с ней говорим, с мамой Леора, то мы говорим, всегда человек имеет то, что он желает. Скажем, есть друзья, которые, скажем, если иметь в виду женщин, они бриллианты, они всегда хотят этого, и они идут к этому, они это имеют. Но мне не суждено это иметь, потому что мне это совершенно неинтересно. Я их потеряю сразу. Да, я богатая, конечно, если сравнивать меня с простым человеком, который ходит в магазины и считает свою денежку, как что купить. Но я бедная по сравнению с многими на Западе, певцами даже, намного ниже уровня меня. Если у вас работа в рекламе или гастроли, это способ заработать денег или может быть какая-то новая проба пиратов? Если вы имеете в виду, что вы сравнили рекламы и работы концертов, я не поняла. Реклама, я не говорила, что это реклама, если я не ошибаюсь, по поводу медики. А, это реклама, да. А еще сравнение, как вы в трубах. И гастроли. Это все равно две разные вещи. Гастроли – это моя работа, моя профессия. Вообще все в бывшем Советском Союзе, мы же не зарабатываем, как, скажем, на Западе. Человек выпустил пластинку, и он может спокойно полгода жить и думать о следующей пластинке. Или создавать концерты, и потом… Это не концерт заработок, а все, что вокруг крутится с твоего имени популярности. У нас же другая история, мы свои деньги зарабатываем концертами. И ничего нам не приносит еще справа-слева. А что касается мебели, то мне предложение, от этого не заработок был. Очень сожалею. Просто меня попросили, мне казалось, ну ладно, чем не трудно, что ли. Это длилось 15 минут, приехал парень из Швеции, оператор, он говорит, ну это будет так просто, и раз, и все. А мы тебе подарим мебель. А мне подарили эту мебель, я ей тоже подарила, и мне действительно было не трудно. А теперь люди видят и знают. Опять реклама, опять польза. А концерт – это другая история. Концерт – это наша работа. Это наш заработок. Скажите, вы боитесь каких-то интриг, сплетен, вот зависти, все, что возникает вокруг вашего имени? Нет. Вы стараетесь как-то оградить себя? У меня был хороший друг, который очень умный, я думаю, праздник не его, но очень умный, и я как-то себе это тоже взяла. Человека можно обидеть только настолько, насколько он обижается. И все, что касается вот вокруг. Сплетни – это можно только настолько, насколько ты воспринимаешь. А я-то вообще не воспринимаю, поэтому, мне кажется, меня никто не обижает. Скажите, ваше круг общения, в общем-то, в какой-то части ограничен вашим профессиональным, так сказать, кругом. Не влияют ли профессиональные отношения на дружеские или наоборот? Нет. Нет, нет, наоборот. Я очень дружила с Костей Райкиным, и есть такой сейчас известный очень драматург, мой друг Леонид Трушкин. Наоборот, они мне помогали, они мне так помогали. Я училась в ГИТИСе, и просто благодаря Косте я, наверное, в принципе поступила. Как-то мне все это было незнакомо, он меня учил. А Лене просто все, просто ни одной не было, ни одного экзамена не было, ни одного этюда, где бы он мне не подсказал, или меня не шлифовал, или просто за меня все придумывал. Поэтому, наоборот, только мы дружим, и только помощь от этого. Я уже не говорю о прекрасных минутах общения. Если вы молчите, я пью кофе. Если вы молчите, я пью кофе. Что у вас впереди? Какой-то клип? Какая-то, как-то... Нет, клип у меня уже позади, я только его сняла. Это на американскую музыку, которую я записывала в Америке. «I'm lost without you», я потерян без себя. И это была интересная съемка, которая выглядит, как в Калифорнии. Точно такие же пейзажи, но снимали мы в Ялте. Но это талантливый режиссер. Мне очень жалко, что так мало показывают его клип на телевидении. Ярбушка, уже его фамилия не помню. Если я вам еще, я потом скажу, конечно. Гаврилов. Герман Гаврилов. Я видела его клипы дома. Ну, просто настолько умные, настолько настоящие, настолько нужные. Нужные для молодежи. Нужные... Не потому, что они какие-то нравоучительные, но просто... Ну, правильно. Вот это надо показывать то, это то, за что, скажем, за границей условно дают медали. Условно. А у нас вообще... Я нигде не видела этот клип. Как-то ненормально. Вот он снимал, и я очень довольна. Там моя Кенди снималась, кстати. В эпизодической роли. Многие мужчины сходят от вас с ума, а вы часто увлекаетесь. Любите ли вы романы, какие-то другие мужчины? Романы? Нет, я люблю только детективы. Но как-то... Я же вам говорила, я разбалована. Я вся была в центре внимания, поэтому на меня это не действует. Это моя семья, это мой ансамбль. Конечно, у меня есть человек, который... Мой ангел-хранитель, вот это Андрей. И, конечно, он заменяет на все романы. Но... Как вы понимаете? Сейчас пленка закончится. Ну что, если нет вопросов, может быть, мы можем кофейку попить. Да, ребята? Можно? Спасибо. Что-то говорить. Все встанно.